Приветствую вас дорогие гости и подписчики нашего канала. Для всех любителей криминальных историй, наш психологический проект про нас, предлагает вашему вниманию, криминальные истории, с участием нарциссов и психопатов, совершенные против членов своей семьи. Как вовремя распознать этих потенциальных преступников, скрывающихся под маской социально благополучных личностей, чтобы не стать жертвой этих смертельно опасных людей, мы рассказываем на нашем основном канале, про нас, ссылку на который я дам внизу под этим видео. Сразу хочу сказать, что информация об этих преступлениях взята из открытых источников. Из-за достоверности изложения деталей преступления, мы не несем ответственность, мы лишь анализируем ту информацию, которая размещена в свободном доступе. Также прошу вас не забыть подписаться на наш канал, и поставить лайк авансом, так как это позволяет нам снимать чаще и более качественные видео для вас. 23-летняя колумбийская диджей по имени Валентина Триспаласиас, была найдена мертвой в чемодане, в мусорном баке в Боготе, что привело к международному розыску жителя Техаса, обвиняемого в ее убийстве. Триспаласиас была многообещающим диджеем в Боготе, получив признание в колумбийском танцевальном жанре, известном как Гуарача. Валентина также была студенткой Университета социального развития Юнинпоу, выступала в клубах Колумбии и за рубежом. В 2019 году она выиграла награду диджей года на церемонии вручения наград Колумбия Данс и Водос. Она была примерно 4 года в своей карьере диджея, сказал ее дядя Карлос Триспаласиас. Она очень упорно трудилась, у нее было очень многообещающее будущее, да так, что она тусовалась по всей стране, в лучших ночных клубах. Она также побывала во многих частях Южной Америки. Брат жертвы, Даниэль Триспаласиас сказал, что его сестра была очень рассудительной с юных лет. Он также сказал, что известный диджей была финансовой поддержкой их семьи, и что она мечтала когда-нибудь купить нашей маме дом. Даниэль, старший из четырех братьев и сестер Триспаласиас, также описал свою сестру как воина, которая очень сосредоточена на своем будущем. Но ее восхождение к музыкальной славе, приняло трагический оборот после того, как она встретила Пулоса, американца намного старше себя и отца троих детей, которого ранее можно было увидеть на фотографиях с бывшим кандидатом в вице-президенты от республиканцев Полом Райаном. 35-летний Пулос, частный инвестор американской компании по ценным бумагам, несколько раз ездил в Колумбию, встречаясь с Валентиной, с которой он познакомился в приложении для знакомств Тиндеру около года назад. Семья диджея сказала, что Пулос планировал жениться на ней и хотел начать новую жизнь в Колумбии. Как сообщила семья Валентины, Триспаласиас и Пулос были в отношениях около восьми месяцев и планировали вместе переехать в квартиру в Боготе. Он хотел жениться на ней, построить с ней жизнь здесь, сказала мать Триспаласиас Караколу. Он был одержим моей дочерью и ревновал ее. У меня был разговор с ней в декабре, и он был об этой ревности. Брат Триспаласиас утверждал, что Пулос нанял частного сыщика, чтобы следить за диджеем на вечеринках и отслеживать ее передвижения. Он казался хорошим человеком, сказал брат Даниэль, который помог полиции идентифицировать фотографии и видео Пулоса, что в последующем привело к его поимке в Панаме. «Однажды он взял мою маму и двух моих младших братьев поесть в ресторан в очень хорошем районе Боготы. И он казался хорошим человеком. Он пообещал моей сестре, что вернется, чтобы жениться», — сказал Даниэль. Парикмахер Триспаласиас Вероника Хименес подтвердила, что Пулос был женат и имел троих детей в Соединенных Штатах, но, как сообщается, мать детей подала на него в суд, потому что он проявлял насилие. Он развелся в 2021 году, 8 месяцев встречался с Триспаласиас и планировал жениться на ней. Старшему сыну Пулоса, Джексону Пулосу, было всего 4 года, когда врачи диагностировали у него абдемиосарком у 4 стадии желудочно-кишечного тракта и брюшной полости. В 2017 году ребенку была сделана 13-часовая операция, в ходе которой хирург удалил более 150 опухолей, которые были обнаружены в малом тазу, сигмовидной кишке, аппендиксе, селезенке и желчном пузыре. Мальчик был специальным гостем бывшего спикера Палаты представителей Пола Райана, на выступлении бывшего президента Дональда Трампа на совместном заседании Конгресса США 30 января 2018 года. Хименес сказала, что Пулос становился все более ревнивым и был расстроен Триспаласиас, потому что она отказалась от его требований обнародовать их отношения в своих аккаунтах в социальных сетях. Триспаласиас объяснила ему, что ее сеть предназначена только для продвижения ее музыкального творчества. Пулос прибыл в квартиру на севере Боготы, где пара намеревалась жить, в четверг, 19 января 2023 года, с голубым чемоданом, тем самым, в котором позже было найдено тело Валентины. Сообщается, что пара покинула клуб рано утром 21 января и использовала приложение для совместных поездок, чтобы отвезти их обратно в квартиру. Позже водитель сказал, что получил сообщение от Валентины, в котором говорилось по-испански, «Помогите, я в опасности». Но когда он спросил ее, все ли с ней в порядке, Пулос сел в машину и сказала водителю, что это сообщение было отправлено по ошибке. Водитель сказал, что пара выглядела адекватно, но, возможно, немного пьяной, и они вышли из машины в 3 часа 48 минут утра в субботу. Это был последний раз, когда Валентину видели живой. В воскресенье утром, видеонаблюдение из квартиры показало, что мужчина, который, как предполагается, является Пулосом, несет большой чемодан, накрытый одеялом, и кладет его в багажник. Позже Пулос сел на рейс в Панаму. Перед посадкой на рейс в Панамо-Сити, Пулос выбросил мобильный телефон Валентины в международном аэропорту Ильдорадо. Тело Валентины Трисполасиас вскоре обнаружил городской мусорщик. Пулос быстро стал главным подозреваемым, и колумбийские власти объявили о награде 20 миллионов колумбийских песо, или примерно 4500 долларов, за информацию, которая привела к его поимке. План Пулоса избежать ареста включал покупку за наличные двух билетов на самолет, один из Панамо-Сити в Сан-Паулу, Бразилия, чтобы избежать международной поимки колумбийской национальной полиции, другой в Стамбул, Турция, где он должен был пересесть на рейс в Черногорию, у которой нет договора об экстрадиции с Колумбией. В Интерполе также был активирован красный статус о поимке американца, что привело к его аресту до того, как он смог сесть на рейс в Стамбул из Панамы, после чего Пулос был возвращен в Колумбию. Сотрудники столичной полиции Боготы, прибывшие на место преступления, связались с ее родственниками, которые подтвердили, что девушка находилась со своим байфрендом с субботы, 21 января. Предварительная судебно-медицинская экспертиза, проведенная Институтом судебной медицины при Генеральной прокуратуре Колумбии, показала в понедельник, что молодая женщина могла умереть от механического удушия и что на ее теле были следы насилия перед смертью. Панамские иммиграционные агенты и Интерпол арестовали его во вторник вечером в международном аэропорту Токумен, за несколько минут до того, как он собирался сесть на рейс Turkish Airlines в Стамбул. Когда его задержали, у уроженца Висконсина на лице были видны царапины, согласно изданию, в котором говорилось, что у него был посадочный талон на рейс Turkish Airlines из Стамбула в Подгорицу, Черногория. Пулос сообщил властям Панамы, что за убийством Триспаласиас стоит несуществующий меделинский картель и что он бежал из Колумбии, потому что члены картеля хотели его убить. Газета «Ильтемпа» сообщила, что семья Триспаласиас заявила, что Пулос был связан с базирующимся в Мексике картелем Синалоа, который был основан заключенным в тюрьму наркобароном Хакином Эль-Чапа Гусманом. Власти назвали причиной смерти Триспаласиас механическое удушение и добавили, что вскрытие показало, что незадолго до смерти она также имела половой акт со своим убийцей. Также были синяки на губах, щеках, спине и руках. На кадрах видеонаблюдения, опубликованных Daily Mail, видно, что Триспаласиас выходит из такси с Пулосом рано утром в субботу, за день до того, как ее нашли мертвой. По сообщению издания, ее видели держащий Пулоса за руку, когда она шла к диджейской будке для своего выступления в ночном клубе «Нексус». Даниэль Гомес, главный прокурор, назначенный Генеральной прокуратурой, сообщил, что Пулос напал на Триспаласиас после того, как заставил ее заняться сексом, а затем несколько раз ударил ее кулаками. Затем он обхватил ее руками за шею, пока не задушил ее до смерти. Преступлению предшествовал ряд инцидентов психологического насилия, который проявлялся в ревности и гиперконтроле над общественной жизнью Валентины, сказал Гомес. Прокурор также обвинил Пулоса в том, что он рассматривал жертву, как свою личную собственность, и именно поэтому он контролировал ее действия, ее дружбу и следил за ее социальными сетями. Таким грубым способом обращения с телом жертвы вы подтвердили свою убежденность в том, что Валентина была вещью, объектом, вы ее обесчеловечили, заявлял на суде прокурор. Якобы спровоцированный отчетами нанятого им детектива, Пулос снова вернулся в Колумбию 19 января. Он сказал Валентине и ее семье, что собирается купить квартиру и переехать в Боготу после свадьбы. Но теперь семья говорит, что это была всего лишь легенда, которую он придумал, чтобы устроить нечестную игру против их дочери. Из показаний брата Даниэля, чем больше мы знаем, тем хуже, потому что последние минуты жизни моей сестры были очень тяжелыми. Представьте, что этот огромный парень на ней сверху, душит ее, а потом он запихнул ее в чемодан. Она худая, но высокая, а чемодан очень маленький. Должно быть, он сломал ей кости, чтобы положить ее туда, добавив, этот человек хуже всех. Он сказал, что приехал жениться, что собирается купить квартиру, и все это было ложью, сказал брат Даниэл. Он сказал моей сестре, что они пробудут там всего один или два месяца, пока будут покупать квартиру. Но теперь мы знаем от следователей, что это было не так. Он также арендовал машину только на те же самые три дня. Пятница, суббота и воскресенье. Даниэль сказал, что Пулос забрал жертву из дома ее семьи в пятницу вместе с ее багажом и отвез ее в пункт проката Айренби. Позже в ту же ночь Трисполасиас выступила с шоу в клубе Нексус, прежде чем вернуться в квартиру Пулоса. «Мой 13-летний брат, последний раз связывался с ней перед ее смертью», сказал Даниэль. В 23 часа в субботу у них был видеозвонок до 12 часов, затем ничего неизвестно до 14 часов в воскресенье, когда ее нашли в мусорном баке в Фантибоне. Даниэля не было дома в тот день, когда его забрал отчим. «Когда я сажусь в машину, он говорит мне, они убили твою сестру. Я сказал, кто убил ее, кто сделал это с ней. Он сказал мне, это был тот сукин сын». Кулосу было предъявлено обвинение в фемициде, определяемом, как убийство женщины или девочки, в частности, мужчиной, и по причине ее пула, что в случае признания его виновным грозит, как минимум 40 годам. Тюремного заключения, в Колумбии нет смертной казни. Федеральный агент США в отставке Майк Виджил, десятилетиями работавший в Колумбии и других странах Латинской Америки, сказал, что следователи в этом регионе часто проявляют снисходительность к преступлениям против женщин. Власти в Латинской Америке часто пренебрежительно относятся к фемицидам, сказал Виджил, назвав это снисхождением к токсичной мускулинности в местных правоохранительных органах. Известность Триспаласия смогла подтолкнуть колумбийские правоохранительные органы к усилению полицейских усилий из-за общественного протеста. После убийства Триспаласия с пользователей социальных сетей, не теряя времени, сравнили кадры с камер видеонаблюдения, на которых тело Триспаласия с засунутой в чемодан, с изображениями из популярного сериала Netflix о Джеффри Даммере, в котором можно увидеть главного героя, использующего аналогичный чемодан для тех же целей. Если бы он не имел к этому никакого отношения, он остался бы здесь, чтобы показать свое лицо, поддержать нас, и выяснить, что случилось с моей сестрой, сказал Даниэль, который клялся, что убийца его сестры предстанет перед судом. Прокурор Гомес объяснил Пулосу, что, если он решит предстать перед судом, его могут приговорить к срокам от 500 до 600 месяцев, если он будет признан виновным в убийстве Валентины Триспаласиас. Ему может грозить до 48 месяцев тюрьмы за сокрытие, изменение, или уничтожение улик. Однако обвинение оставило открытым предложение о сокращении срока наказания до 375 месяцев, если он признает себя виновным в фемициде, а также о сокращении на 24 месяца по другому обвинению. Пулос не признал себя виновным, и заседание было отложено. Обвинению мешал язык. Согласно колумбийскому законодательству, иностранцам должны быть предоставлены переводчики для помощи в их защите. Пулос заявил в суде, что ему было отказано в этом праве. Перед появлением Пулоса во вторник его адвокат удивил суд, отстранившись от дела. Мартин Риаскас сказал, что ему угрожали, он не сказал от кого, и что он не будет продолжать представлять Пулоса. Убийство популярного диджея вызвало такое широкое возмущение в Колумбии, что адвокат, представляющий Пулоса, решил закрыть дело сразу же из-за множества угроз убийством, которое он получил. Переводчик, предоставленный государством, тоже подал в отставку. Пулос сказал судье, что он просил адвоката с тех пор, как был арестован, но был ограничен языком. По его словам, помощник адвоката Риаскаса был единственным англоговорящим, которого он смог найти, так он стал его адвокатом. В суде в среду у Пулоса были общественный защитник и новый переводчик. Итак, в среду 1 февраля, Джон Пулос предстал перед судьей. На суде, американец, обвиняемый в убийстве своей подруги, Пулос смеялся во время судебного процесса, за что получил предупреждение от судьи. «Я не вижу, чтобы вмешательство делегата общественного министерства вызывало насмешки или смех», заявил судья. Прокурор также сообщил, что Пулос показал водителю Uber фотографию своей девушки, когда он направлялся в аэропорт, чтобы бежать из Колумбии после того, как якобы убил ее. В разговоре Пулос заявил, что это была его третья поездка в Колумбию, и показал ему фотографию своей девушки Валентины Триспаласиас, сообщил прокурор. Также он спросил у таксиста можно ли достать наркотики. По словам властей, в этой смерти остается много вопросов, на которые нет ответов. Но если Пулосу предъявят обвинение в убийстве, а преступление квалифицируется как фемицид, колумбийское уголовное законодательство допускает до 50 лет тюрьмы. Дело доминировало в национальных газетах, радиопередачах и социальных сетях более недели. Фемицид, убийство женщины или девочки из-за ее пола, является преступлением в Колумбии с момента принятия закона Розы Эльвирой Сели в 2015 году. Сели, 35 лет, мать-одиночка, которую изнасиловал и убил знакомой в парке Боготы. В 2012 году стала национальным символом гендерного насилия. По данным Всемирной организации здравоохранения, большинство случаев фемицида совершается партнерами или бывшими партнерами. По данным Колумбийской обсерватории по убийствам женщин, эта национальная проблема в Колумбии, только в прошлом году было зарегистрировано 612 фемицидов. «Я отдала тебе свою единственную дочь, почему ты выкинул ее на помойку?» Об этом заявила мать жертвы Лаура Идальга в эфире одного из каналов ТВ. Ева Манжарес, студентка колледжа из Меделина, входившая в круг друзей музыкантов Валентины, рассказала прессе, «Я всегда обращала внимание на ее шоу. Я так ею восхищалась и была в шоке, что сегодня она выступает, а на следующий день ее находят в мусорном контейнере, это очень больно». Весь творческий союз диджеев и других ее друзей возмущен. Манжарес также сказала, что Валентина говорила ей, что она любит своего жениха и взволнована их свадьбой и последующей совместной жизнью. «Я знаю точно, что Валентина очень любила его», сказала Манжарес. Ели Миран Кансио, директор Колумбийского фонда фемицида, указывает на комментарии властей о предполагаемой ревности Пулоса. Генеральная прокуратура должна проявлять больше осмотрительности, больше уважения к жертвам. Адвокаты защиты выразили озабоченность по поводу права Пулоса на презумпцию невиновности. При аресте на него надели фиолетовые наручники, символ, по словам полиции, справедливости в пользу женщин. «Фиолетовый цвет отвергает презумпцию невиновности, которая может быть опровергнута только в суде», сказал Марлен Диэс, адвокат защиты, который не участвует в этом деле. Это также символ борьбы феминисток, который не принадлежит полиции. Мариана Баттера, координатор юридической клиники университета Росария по гендерному насилию. По ее словам, даже после принятия закона Селли, борьба с фемицидом здесь остается проблемой. «У нас есть нормы, но многие судебные приставы до сих пор называют их преувеличенными», сказала она. Только слабое государство обычно реагирует только на широко освещаемые случаи, а другие остаются забытыми. Действительно, расследование, арест и судебное преследование Пулоса продвигались быстрее, чем ожидали колумбийцы от своей системы уголовного правосудия. Отношения с нарциссом или психопатом практически всегда заканчиваются трагично. Кто эти страшные люди, совершающие немыслимые преступления, и как вовремя определить, что человек, с которым вы общаетесь нарцисс или психопат, как сохранить себе жизнь, когда вам стало понятно, что вы находитесь рядом с такой патологичной личностью, смотрите информацию на нашем основном канале, ссылка на который стоит под этим видео. Прошу вас не забыть поставить лайк за нашу работу, и подписаться на наш канал, чтобы не пропустить новые истории о чудовищных преступлениях, совершенных нарциссами и психопатами.